Друзья, приветствуем вас на канале Империя Инструмента. Всем огромнейший привет, с вами, как всегда, Антоха, Серега и Виталик, несменный Виталик. А сегодня мы поговорим про мультитулы. Американская компания Лизерман. Вавилонская блудница. Ну, в принципе, в мороз, либо когда очень холодно. А итак, друзья, розыгрыш. Ну, давай, Серега, вещай. Ну, смотри, мое субъективное мнение, то, что Лизерман является неоспоримым лидером в производстве мультитулов по качеству. И перед тем, как мы начнем их тестировать, я бы даже сказал, насиловать, выходить за рамки дозволенного, хочу сказать огромное спасибо и передать большой привет компании Омегатул, которая является эксклюзивным импортером этого инструмента. Сайт официального, конечно же, да. Ссылку на их сайт мы оставим, на их два сайта мы оставим в описании. Там вы можете ознакомиться с гарантийными условиями, с инструкциями к данному агрегату, со всем ассортиментом. И если у вас будут вопросы, на которые мы не сможем ответить, они ответят обязательно. Обязательно. У меня вопрос. Да. Я знаю, что на них гарантии в 25 лет. Все правильно, да. 25 лет, Серега. Да. У меня, как у потребителя, такой резонный вопрос. На что именно распространяется гарантия? Гарантия распространяется полностью на весь мультитул, на весь инструмент. Но можно ли его сломать вообще? Сегодня мы проверим. Сломать можно вообще все. Ну, мы будем проверять. Мы будем тестировать. Так, и да, компания Амегату, еще раз скажу, является импортером, дистрибьютором, не только Лизермана. Также у них есть крутые термосы и отличные фонарики. Переходите на сайт, там можно все это добро купить. Ну и разумеется, у нас можно купить этот Лизермана. Солена. Сфу-ка, они тебе заплатили. И почему я не имею доли? На. Работает. Так, Анток, сегодня у нас будет четыре модели. Четыре модели. Всего четыре модели. Из огромного ассортимента мы выделили именно их. Две новинки. Новинки этого года. Первая модель у нас называется Керл. Красивый, да? Угу. Вторая модель Бонд. Это, скажем так, модели, приближенные уже к нашему потребителю. Они хотели приблизиться к нему с целью уменьшить стоимость. И какая, насколько же они сильно уменьшили? Хорошо, уменьшили ценник. Шесть, половин тысяч рублей его цена. Шесть, половин тысяч рублей. Да. Шесть, половин тысяч рублей. Вставлять, смотри, как красиво. Восемьсот пятьдесят рублей. Чуть позже будем сравнивать. Так, дальше моя любимая модель. Это модель Free P2. Модель с магнитиком. Можно делать вот так. И очень удобно, быстро раскрывается. И обратно так же. Одной рукой. Одной рукой собирается. Одной руки Бонд. Да. Чуть позже так же про него. Это прям самое классное. Она мне очень нравится. И финалочка. Единственный, единственный силовой мультитул. Называется он SuperTool 300. Самый большой, самый тяжелый. Почти 300 грамм его вес. Его мы прям потестируем. Потестируем. Хорошо. Помидоры продаешь, что ли? Помидоры, да. Я подрабатываю, народ. Подходим. Две 200 грамм, сто восемьдесят тысяч, да? Походный комплект. Так, ну, я смотрю, ты подготовил, кто тоже, да? Давай отвечай. Накидывай. Буду накидывать. Ну, у тебя есть ряд основных инструментов. Инструментов. Первый, безусловно, это кусачки. Есть. Я не постеснялся и взял самого. Ну, конечно. Самый хороший. Самый среди самых. Блестящий. Симс. Вот. Дальше у тебя есть острогубцы. Ну, а-ля длинногубцы. Да. Как ни назови. Есть. Вот. Далее у тебя есть крест. Побольше отвертки не мог взять. Побуду ты взял. Паш, второй классика и стандартный шлифт. Здесь у меня 5,5. У тебя там сам производитель не знает. У тебя есть нож. Ну, у тебя строительный, у меня больше все-таки такой походный. Ну, ладно, поехали. У тебя есть напильник. Есть. У меня тоже есть напильник. Оооо, и у тебя есть, так, ножовка. Все та же, твоя любимая. Почему ты именно ее притащил опять? Ну, я другой не был. Так, у меня, как я говорил, да, 4 мультитула. Буду их менять постоянно, чтобы не показывать один и тот же. Буду выбирать инструмент. Ну, как бы взял одним, поработал, взял другим, поработал. То есть, разный функций, да, переведем один, кусанили. На мощь мы будем проверять, разумеется, супертул и единственное, которое является силовым. То есть, им мы будем кусать гвозди. Справедливо. Попробуем, по крайней мере, это сделать. Сотку, да. С вашего позволения, вот эту вот красоту мы уберем, потому что она нам будет мешать. Мы ее поставим, чтобы вы видели, что ассортимент действительно большой. Это далеко не весь. И каждый, каждый потребитель найдет свой мультитул в ассортименте этой компании. От себя. Начиная. Такой прелести. Это вообще шикарно. В любую сумочку влезет. В кармашек. В кармашек. Да. Предлагаю с ножовки начать. Да, но прежде чем мы начнем, друзья, хочу напомнить, что черный ящик у нас, да, черный ящик у нас уже, лежит, стоит, не лежит, а стоит с инструментом. Да, то есть, если мы про него не говорим, это не значит, что конкурс не проходит. Безусловно, все остается по-прежнему. Приз уже внутри. В конце месяца мы открываем, что в нем лежит, да, и в начале четвертого, постараемся день в день, да, без связи с форс-мажором, мы опубликуем рандомайзером победителя. Отлично, все правильно, все верно, что, но подожди, тогда раз ты уже говорил про черный ящик, сегодня мы тоже решили сделать маленькую приятную приятность. Один из этих мультитулов мы разыграем, а условия чуть позже. Давай уже к тестам уже надоело. Ну что, погнали? Погнали, погнали, давай деревяшки. По деревяшкам. Первое, что предлагаю сделать, это и взвесить. А я предлагаю передать привет Доничкину Александру. А, чуть не забыл. Александр Доничкин нам писал в комментарии, чтобы в следующих роликах мы работали в перчатках мелоки. Мы, как всегда, читаем. Это мой натер этой компании, для тех, кто не знает. Да, это тренер. А, тренер? Если быть точнее, да, это тренер по продукту этой компании. Саша, как ты видишь, мы выполнили твою просьбу, но остался вопрос. Почему мы рекламируем перчатки мелоки у себя в роликах за свои же деньги? Почему мы их купили, Саша, ты мне скажи, почему мы заплатили за них вообще? Дай, пожалуйста, развернутый ответ в комментариях. Пожалуйста. А если хочешь как-то оправдаться или извиниться, наш адрес ты знаешь, подарки мы принимаем 24 на 7. Давай, наверное, первый взвесим. А, да, давай взвесим, давай взвесим, погнали. Смотри, по характеристикам, когда я их ворвал, мне сказали, что там плюс... Вес 40 надо добавлять. Плюс 40 грамм нужно добавлять готовое вес. Ну, давай посмотрим. Супертул 300, самый тяжелый. Вес у него по заявленным 272 грамма. Какая отличность. Ты зачем туда смотришь, у нас здесь есть? Да? Мне тоже, когда я ворвал, говорили. 286. Соответственно, минус 40. Может быть вот так? Вот так вот, да, больше похоже на правду. Вес с чехлом, наверное, имелся в виду, я не знаю. Да, ну, он еще минус 40 грамм. Ну, я понимаю, да, получается у нас 246. 272 указано в этих характеристиках. А новинка? Бонд. 14 функций. 164 минус 40, 124 грамма. 124 грамма это на 14 функций, смотри, как это. Да, 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 это очень легкий мультистул. Будем разбирать, смотреть, откуда здесь 14 вообще. Так, моя любимка, Free. У него 19 функций. 220, 180 грамм, а я думал, что он не самолёгкий. Так, и последняя новинка, Керл. 200, 160, 160, Керл 15 функций. А у этого красавца 18. У Супертула, да. Убирай весы. Пойду обратно, отдам ему. А то он там торгует на глаз, да? Ну, там примерно сущий. Так, что мы пилим, пилим, режем, ножовки, ножовки. Возьму Супертул. Возьму. Подожди, у меня тут торговля идёт. Вот. Перчатки. Нормально достал. Нормально. Шикарно. Всё, всё, легко. Достали, сложили. Давай, что пилить-то? А. Лучше работать в перчатках, потому что здесь очень острые ножи. Кстати, да, я, по-моему, про сталь я говорил, не говорил. Ну, давай, сейчас. Пока не начали, да? Сталь у данных мультуров, почему они так славятся? Используется сталь только хирургическая. А на силовых элементах, то есть на кусачках, используется 154-я сталь. На ножах используется 420-я АХС. Ажси, если быть точнее. Хорошо, ну, какие-то классификаторы, даже у хирургической стали. Друзья, если она смотрит в металлургии или... Или хирурги. Хирурги, да, медики, стоматологи. Скажите, что всё это значит и зачем я это сейчас рассказал? Кому нужна эта информация? Да, цифра вот эта. Но это очень-очень-очень качественная сталь. На счёт 420-й я знаю то, что она является очень жёсткой. Да, у этого есть обратная сторона. Она хрупкая. Поэтому мы попробуем как-то его затупить. Чуть-чуть, может быть, сделать скол на ноже и заточить. Я принёс с собой даже эту точилку. Вот, давай попробуем попилить. Посмотрим, вообще получится ли у меня это сделать. Так, ну давай. Я сначала этой обычной ножовочкой. Мы, в походе, у нас есть ветка. Ну да, 25 мм, если я не ошибаюсь. 25 мм толщина этого черенка. Посмотрим, распилим, распилим. Что, не получается? Пока я настраивал, ты уже перепилил, да? Не, ну, вижу, у тебя за один пил, за то, как хорошо уходит. А здесь маленькие зубчики. Тут это, сука, ножовка. Да Серёга! Как ты её пилил? Вот да! Понял, да? Нет, на самом деле, ладно. Повиморили. Давай посмотрим. Возьми мультитул, да, попробуй. Слушай, ну мне в целом понравилось. Прикольно-ненько. Конечно, 25 мм толстоватый, вряд ли кто-то такой будет. Ну, прикольно. Зуб, кстати, сам по себе. Смотря на то, как инструментальщик, да? Зуб идёт ёлочкой. Комбинированный. Маленький-большой. И получается двухсторонний. Ну, смотри, двухсторонний разным направлением. Теперь на бюджетной версии. Он, естественно, односторонний. Зуб сам мельче. Он не комбинированный. С обратной стороны мы его видим. Ровным счётом ничего, да? То есть плюс. Ну, попробуй порезать. То есть, я не знаю. Я даже следов не оставляю. Вот. Попробуй. Попробуй, да. То же самое. Итак. Мультитул за компанию Inforce. За 850 рублей. Тра-та-та-ра-та-та-та-та-та. Что-то пошло не так. А-а-а, слушай. А у тебя тоже так? Что? У тебя, смотри, не складывается. а у меня если не дай бог нужен о плане нет это обязательно вот он все нормально пальцем упираясь и сразу флажированы ну да то есть про наш промо подмываются до пальца нажать потому что маленький нож и даже когда я вот это 3 интерьер 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 а теперь 2 мне все-таки больше кажется что это стропорез они не напилим не как поговорим еще пойдем кофе пока попьем денты прям монтируя одним кадром что было видно что я тут делаю попробуй сейчас сначала покажу что это сделал видео как нагладил виду тебе до дал ему ничего ему без разницы вы можете делать так всю жизнь тоже на гарантия лет 15 ну да здесь он хотя бы стружку летит маленький маленькая ножовочка мне кажется у тебя не получается ничего я не понимаю что не зажимай-то давай вот здесь чистый пил он чистенько то что зуб мелкий поэтому так он победил ну в целом он по ножовочке понятно все понятно что прекрасно она себя думаю вы в принципе видели все сами да ну а там это а там вы видели все зависел прошлый раз вот здесь мое мнение уже давай-ка сравним посмотрим по длинногубцам вообще то есть ты же принес с собой а ты про это хочешь смотреть да просто вот давай сначала смотрю сам как вот инструментальщик первое не смотри первое у них дайте чуть длиннее есть в основании ставить ну небольшая да про мне колоссальная разница смотри сделала давай маленькие да более правильно будет сравнить бонд манды маленький бонд смотри они уже по всем фронтам меньше но они просто их захватывает а теперь стороночку подгонки подскажи смотри как у подгонки смотреть у нас длинногубцы да то есть от компании кипец моделька 25 но 660 профессиональные длинногубцы и смотрим как здесь у нас встроены как и здесь да то есть они говорят о том что это астрогубцы да то есть и захватная часть должна быть пиковая . идете сюда соответственно они должны быть конусные мы видим что здесь это все соблюдено то есть щели здесь больше здесь она сводится но я не скажу что на нет ну прям на минимализм то есть не пикса это сводится тоже конусная на и самую пиковая часть на зажим давление она приходит на носик так и здесь приходит на носик мы видим что она выведена ноль как подгонка мы видим она претензионная то есть это вот смотри они нас губки одинаковые то есть зашлифованные и в диаметре и так далее да и углу здесь начинается равномерно с обеих сторон допустим если мы говорим об этих товарищах за 850 рублей за 850 рублей абсолютно верно здесь у нас с этой стороны не за камеры передает или нет слегка закруглен угол и размером они тоже не совсем одинаковые плюс есть однако одной сводится здесь они немного смещены конечно здесь присутствует люфт там его нет я уже смотрел там от слова совсем если здесь люфт есть не будем забывать цена 850 рублей цена этих цена этих 11000 рублей 11000 рублей 1 штук можно приобрести поэтому здесь наверное придирки такие ну это да я просто попросил оценить вот это как я доволен я доволен мне нравится визионный подгонка и шлифованный сталь идет на счете предлагаю попробуем покусать раз мужик заговорили давай давай начнем с молоке проволоки будет интересно проволочка у нас медная на 3 миллиметра такая ну скажем лайтовый вариант носить возьми идеал для начала да наверное да понятно да легко легко все хорошо попробую всеми наверное али у нас получается на супер туля 300 и на фри модели до имеются соответственно закаленные как они режущие кромки до съемные здесь они идут до их можно менять они спокойно продавец нет здесь нет здесь они уже ли ты стал здесь такие же разница по ощущениям вообще нет вообще нет разницы теперь мой любимый какой он классная уж она не здесь там легче сразу самый мощный ну это неинтересно да очень жестче уж обещали быть о мне вот это вообще легко кусают но он силовой да 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 это он силовой он прям общем прям легче чем остальные да ну смотри мне легче писать за счет покажу ну да запружились я видел что дать я не приходится там разжимать но здесь здесь плюс плюс плюсик есть небольшой плюсик есть должен жёстче даму жестче и сотый гвоздь начну опять же ну давай профессионального инструмента отойду мы здесь по силе сереженька придется делать вот так потому что на весу на всякий случай разошло мы уже сколько раз тестировала я возьму супертул будет попробовать ну попробуй конечно я сомневаюсь что мне получится я понимаю что они не предназначены не мы дышим интересу но не сделал но представим что мы где-то в походных условиях на рыбалке еще где-то вот такая задача которую нужно выполнить и больше ничего нет нет не прям интереснее что из этого получится нет серёга не она не она просто заминает просто заминает но если я попробую вот таким образом давай все будешь ты нет а вавилонская блудница да там какой-то был слишком что ли который сломал абсолютно верно здесь был штифт который не выдержал но но серёга этот штифт где он так вот он перчатка будет сложно взять вот этот штифт который стоит вот здесь если он был бы толще чем гвоздь он бы выдержал наверное если бы да здесь если бы у бабки она была бы детка то есть дальше из плюсов так он ремонта пригоден ну в целом меняем штифт на может быть на какой-то более прочный металл и просто зато смотри как они теперь могут у нас и у нас с собой нет видимо там у лизерман тоже есть вот такие смотри да мы казалось бы вышли из строя продолжаем не до конца мы вышли из строя мы будем бороться с инфорсом мы будем бороться серёжа а я предлагаю попробовать сломать 300 смотри сейчас ты пока с ним борис там дай-ка я чечи одену ну-ка супер толк да ладно прикинь смотрим на режущей кромки пристально придирчиво смотрим на режущей кромки мы видим здесь произошли зазубрина вот она есть небольшой дефект обратной стороны вот они они то есть но это мы прям сильно придираемся на режущую способность это на какой-то период точно не повлияет но если вы будете злоупотреблять вот этим на то готовьтесь к тому что это все нужно будет менять они съемные антоха не меняются они продаются отдельно стоит недорого поэтому сейчас я возьму другую я хочу еще потестировать хорошо с другими словами если я здесь совершу подобное то тут ты уже не поменяешь да вот будьте готовы к тому что подобный пируэты вам могут вылиться боку но опять же это мы такие персонажи кто будет это делать на титулу я же повторяю вдруг задача ты на рыбалке кстати к слову на раз уж мы говорим про кромки дам давил и на них будь здоров на то есть да там штифт не выдержал но серёга но не целую другая сторона нет есть есть замел дефект замел замел вот странно что с одной стороны причем смотри как интересно прям в мялость да то есть она не то что я занял она прям сюда ушла прям то есть говорит о том что сталь довольно мягкая ну или ты слишком сильно давил пробу сделал то же самое моделью free p2 давай страшно так он не нравится сломается бедро сейчас сломать я себе этого не прощу давай я не буду смотреть раскусил что его пополам он что-то почему-то его сейчас зажало немного застопорил его да ничего надо повторить дань такие же как и у модели супертул 300 единственное так тут все чисто масло вот я не вижу ничего единственное непонятно почему он сейчас не раскрывается теперь дело как должно видимо где-то его зажал сильно передавил вот пожалуйста нарушение эксплуатации на что гарантия не будет распространяться будет решим этот вопрос так что дальше покусали порезали ножик ножик нож 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 давай потенцируем нож посмотрим я знаю что у лидерман ножи очень острые я даже сегодня уже порезался успел откроем консервы откроем попить да да давай так я взял модельку бонт у меня здесь есть открывашка во всех моделях есть открывашка но я говорю мы будем их все что мы первые открывашки сделаем то есть да да кока-кола свяжитесь с нами так ну что у меня трошки есть разные и как я и должен сейчас открывать не знаю я сам такими еще не пользовался что типа я вот так вот похватаю так вот так или вот так нету так не хрена но поход с нами лучше не ходи на ну и чё и как она дальше должна себя вести так если другой стороны попробую честно говоря не знаю как это вообще работает вот тут все понятно ну да а подожди тут понятно вот так надо делать тебе да у меня вот так подхватывает окей а кушку как будем подожди тут походу с инфорсами тоже не все понятно а смотри а нижней верхней смотри сейчас ну давай но они толстые так смотри ну а здесь каким боком я должен подойти к вопросу вот с обратной стороны то есть не знаю там рвет ее и я не знаю очень правильно я делаю или нет у меня что получается вот это если другой открывашкой так не получается но наш должна кроме они просто разные на разных мультитулах они разные рыбы пахнет а ты чашу шуфти хрустняк открывать не стал я рыбку открою а если вот так у раз такая уже точно пошло кого держи сейчас все будет серёжа сейчас поедим сейчас поедим смотри вот она балкой слушая назад уходит очень острый ножик но очень вкусная рыба уже я я думаю что намного легче так ну ладно горе пополам открыли банки до голодные ты это сделал покрыть голодные я так и в принципе не понял этим пользоваться надо было посмотреть какие-то ролики давай попробуем ножик прошу заметить я несмотря на то что штифт у меня выскочил не полностью весь мультитул вышел из строя то есть я в принципе даже могу им что-либо захватывать смотреть функционал плоскогубцев на нет нет чего потерялся все он уже не сжимаешь я говорю то что в 3 пи 2 мои любимые почему потому что у них снаружи инструментами да и можем без проблем не разбирая нет не раскрывая его чуть ли не одной рукой же вот так вот при определенной сноровки на при определенных народ килогут мы достаем выбираем то что нам необходимо остальное убираем условно говоря оставили на перечку так хорошо давай серёга следующему перейдем к чему проверим ножи ножи на ножи получите пожалуйста я возьму вот так я у всех чуть попозже хлебушек будет я достану все ножи я проверю все а у меня один в каждом мультитуле обязательно здесь может эта штука чё прям сразу с этого ну давай ладно с хлебушка попробуем ушка отрежь мне половинку хлебушка режет уже полне о чем хлеб хлебушка свежий пахнет ю мою то сейчас подождите еще чуть-чуть еще немного даме половинку буханочки но допустим дольку или подожди слушал наверно вот так надо будет сделать вот рекомендую сделать вот так зачем вот так удобнее потому что это здесь под углом я не значил деле это у меня дам у меня все прекрасно слушай передач становится немножко иначе как вы видите блин как вкусно так но только себя отрезал и так и давай на хорошем так так теперь помидорки на него помидорки данные если нож дрянь то мы все прекрасно понимаем что помидор он не порежет а просто заплючит порвет давай так смотри режет причем кожу ты даже отрезать так я возьму прям так супертул 300 я только докоснулся он уже надрезал как палец мне сегодня и что какой-то куя смотри-ка так керл смотри еще смотри видал прозрачники даже бонд боли на и фри по 2 так ну он уже тут почему-то проигрывает об хлеб что затупился смотри какой я ломтик отрезал диск смотри он и я тебя и сквозь него вижу нет ножи классный но вот почему-то у фри по 2 которому уже чуть-чуть поломали не знаю попробуй ты вызовутим таком тебе нет нет вот этой частью по последней крайне не на вообще он же туда странно прям очень странно уж смотри не тут прям супертул не ну здесь прям вообще идеальному как по собственным весом просто просто видит туда-сюда ввожу и все и он сам себя все делает здесь огонь нож прям и он нам на самый длинный дамся до из всех самую длинное лезвие ну теперь то что я хотел сделать изначально у нас сталь на всех ножах одинаковая да но возьмем керл его мы мало тестировали я хочу сейчас сделать вот так как я говорил да нож стали 420 да ладно серьезно и по идее и по идее по идее она должна легко точиться сейчас мы сделаем вот так сразу denis можно вас попросить сразу мы видим здесь сечку замятину даже небольшой скол есть на лезвие посмотрим как это легко исправляется обычный домашний потерпеть не может домашней точилкой у меня соответственно трехсуставная смотри сюда видишь тут камушек алмазик вот эти вот штучки и вот такая штучка не помню как они называются просто попробуем вывести эту замятину сейчас очень быстро и оперативно в ноль потому что я знаю ну так еще чуть-чуть осталось видно да то что кромка сразу стало больше потому что он очень хорошо затачивается этот ножик снимаем лишнее а тут можно сказать у нас такая шлифовочка легкая замятину убрали осталось осталось только небольшой отпечаток и так нож полностью готов в дальнейшей эксплуатации это стали ставится славится нажав то что и очень легко точить продолжаем резать кусать я принес шланг садовый шланг толстый прочный даже с небольшим армированием леска для триммера с сердечником и шпагат обычный шпагат попробуем что-нибудь с ним сделать кусачками на тут давай быстро просто чтоб точку поставить в этом вопросе окей окей раз так давай так в принципе можно а сейчас попробовать интересно нет он откусывает но основную часть заминает ну-ка пока там готовишь смотри восемьсот пятьдесят рублей который должен сломал так есть супер пол трехсот и смотри легко пропускать причем тут уже был гвоздь уже гвоздь усилий гольда и все равно он смотри можно ножом ножом кури внукам отменным кусок богат ну понятно что букву мы показываем точность на то есть очень нужен а вот этот которых не съемные ну перекусывать но со второго раза только леска леска сердечником я честно говоря думал что тут сердечник металлический но нет меня обманули да ладно она сама из нейлона а сердечник видимо не желтки пластик из какого-то другого нейлона ну тут в принципе интересного то не попал интересного нет ничего на кусает легко учета и начинаешь что у сломала теперь худшую отнесет как по мне вот это должно быть она интересная не может приема черт быть или подрал сразу так сделано все задачи выполнены бери строительный нож от производителя мелоки разрежет берем мультитул supertool 300 почему я в одной перчатке то тебя нас спросить а вот этот вот почему ну сложнее но все равно можно возьмем новинку бонд с маленьким ножичком вообще вопрос 5 бондовы игру supertool у нас выигрывает всегда он самый лучший 2 3 850 рублей ну а попробуйте у тебя да у тебя нужен прям тут хороший не смогу нравится вообще отлично к мне хватает прям сильно легче чтоб ты больше не хватался я бы не удивился ну на все смотри сможешь это зачистить все угол слижем попробуем ну не угол там далеко-далеко есть земля получился очень конечно тоже напильник работает вот это вот у нас называется как rush rush как она рашпиль рашпиль а здесь напильничка а у тебя у тебя все но и смотри результат он большой сильный ну вот и слезу а вот снизу углу с моим сторон я не сильно старался недолго тер ну да поснимал что то есть значит напильник работает море бесплатно напильник ok обжим есть еще обжим не у всех модели так и модель давай-ка 300 точно обжим есть сейчас смотри бильзы контактную они прям малюсенький но она мы нужны маленькие зачем он больших так вот смотри у меня есть обжим 300 модели в модели free p2 по всему все да только в двух моделях но у меня его нет поэтому это ничего ну возьми free p2 а кабель не хочет так просто у меня нет полторашка а вот тогда рюшка да так ну вот или по всему здесь он должен быть так ну это из-за того что его попортил уже чуть-чуть все таки ну да я же ты сразу сказал вот так делаем скидку что у нас инструмент немножко вышел из строя поэтому совсем функционал можно сказать обжим перестал работать ну это не обжим давай 300 попробуем я так понимаю у них вот здесь да нужно же да но виду отсутствие кабеля и замел замел соответственно зажмем сделать свою работу относительно явно я бы не рекомендовал данным обжима ну потому что это порнуха здесь у нас 4 глянный боковой да вот у нас скобом . создает 4 равномерно это параллельно обжим здесь мы видим у нас он видишь как равномерно кузов на сторон вот так это должно выглядеть идеально то есть внутри кабель и он равномерно со всех сторон я попробую может и неправильно что-то сделал отсюда напрашивается вывод для чего вообще этот функционал лишь бы был да и такие кстати между прочим серёженька я заметил не один смотрел допустим вот твой фаворит да безусловный который сломал ничего страшного значит смотри сколько функций имеет 19 19 давай вот там не хлеба парочку ну давай сразу абсурдная да то что вначале это написано причем на нашем сайте что меня удивило острогубцы и пассатижи две функции две функции 2 кусачки для проволоки кусачки для жесткой проволоки это тоже это наверно это подразумевается расположение на расположение проволоки да то есть либо у основания в шарнире либо на губ либо на самих режущих у 10 кромках все правило почему-то учили на губцы острогубцы то есть вот они имеются ввиду что они вытянуты это говорит о том что не длинногубцы и за то что они заостренные это у нас острогубцы вот как выглядит профессионал все рассыпал ничего страшно здесь мы уже вычислили смотреть и якобы перечислил 4 по факту 2 4 дальше третьем сюда можно добавить пассатижи якобы функционал это обжим обжим а чему на походном варианте но давай так здесь он в общем отсутствует из того что мы его славали уже на 300 он есть здесь есть это можно сделать обычный дальше вам поехали по функции может есть нож окей еще тут у нас идут ножик это для вскрытия упаковки такой специальный нож для вскрытия блистеров пластиковых и тут же у нас отвертка ph2 которую нужно будет обязательно потестировать а ты сейчас дальше мы идем открывашка который я так не научился пользоваться шила сушкам чем я больше параду линейка слушай ну линейка для в принципе в мороз либо когда очень холодно что это вдох это шлицевая отвертка но на нее нанесли линии и явно посчитали за функцию естественно функцию это хорошо где маркетологи знают свое дело в этом плане долги поэтому друзья я просто к чему придираюсь ко всем этим аспектам вы когда будете выбирать себе мультитул неважно какого производителя но рекомендуемость резермана считайте реальные опции реальные опции они то что написано там здесь написано 12 здесь у тебя сколько здесь написано 18 19 смотрите одна из них вот она но это что я сейчас ранее сказал на мой взгляд абсурдности не более поэтому смотрите то что действительно вам да это правда это все это за эти до якобы функции вы постоянно будете переплачивать да ну чем больше функции тему все правильно да к сожалению к сожалению это так это такая горькая правда и у каждого производителя мультитул мы это увидим давай но не всегда в мультитул стоит 850 рублей давай вернемся к тестам давай вернемся к тестам а следующий что у нас пойдет у нас были отвертки да давай отвертки саморезы каленые берем вкручиваем берем на срыв когда это дело села когда-то тех не смотрели ребята саморезы 4275 длина все закручивать не будем просто посмотрим не сорвет лишь лиц у тебя-то понятно то идеал отвертки в руках сейчас целом да не сорвет лишь лиц и вообще удобно ли работать я хочу вот это вот сейчас оценить мыши погнали да давай будучи грязь дырявый стол с ли вошел не встал ты давно вошел здесь стрелку так скрипит и и самое интересное сорву я ее пол отвертки загнал до отвертки это явно не заменит зацени видим да на первом саморезе при силовой нагрузке связала замяла да причем я бы не сказал что там сверх на какая-то нагрузка 1 напоминаю один саморез вот профессиональная отвертка причем смотри пока серёга просто заподлицо ну вот он да вот подлицо да загнал и при этом имеет такие повреждения профессиональная отвертка профессиональная антоха ну неплохо ты закрутил давай сейчас попробую продолжить его затягивать но взял уже супер ту который является что-то сделала хотел который является силовым надеюсь здесь сама бита покрепче да давай я пока просто выкручу я думаю дальше веру тестить не излишне тот же решил добить да уже видно давай еще я уже даже не фиксирует не держит видишь да опять же тот же саморез просто докрутил чуть-чуть здесь также связала биту явно биты это не сильная смотря на виду того что он силовой не смотри ребра жесткости на разделе здесь они ребра жесткости установили сам материал бита оставляет желать конечно лучшего да тут был лучшим сферой поработать совокупности было бы интересная коллаборация это все-таки мультитул и все прекрасно понимают чем универсальный инструмент тем хуже выполняет всю работу до к сожалению не заменит это на всякий случай разовые работ но я не перестаю удивляться потому что какие они классные так слушать и вначале говорил о том что ты ременься пожертвуешь до соскочить тебе не получится нет не получится давай мы хотели порезать немного кожи чтобы показать насколько острые ремни кожи я забыл поэтому у меня плохо говорит хорошо и поправился с меня штаны не спадают мой старик кожаный ремень на чем ты его будешь резать ножом но здесь или стропорезом у меня стропореза во-первых нет вот у меня вообще сомнения что это пилка по металлу и она лучше режет консервы чем бы по металлу чем по дереву как возьмем один опять же и возьмем free p2 так как у него нож показал себя хуже всех потом здесь исправится я не знаю по зла дэна снимет речь получается смотри как очень легко и вот free p2 нож который у нас проиграл на колбасе сложненько режет там этот с учетом его цены мари об вот то есть за один макрус вообще жикар смотри я за один мак до целиком не прорезаю но большую часть режу смотри да вот эти вот ножи конечно не там очень нравятся нет нормально зома ремень из погонила да пусть не за один раз но мы все-таки тут не на соревнованиях да и на конкурс опять же да не устали повторять 850 рублей 650 рублей да он пошло не так я его приведу в чувство за это не переживай так ремень мой порезали что дальше ботинки резюмировать да то есть опять же до вернусь и после всех тестов этих я все равно продолжу топить за свою лизерман это лучше производитель мультитулов однозначно мы я думаю скором времени возьмем одного из их конкурентов и также заморозить проведем теста ну как они утверждают они кого-то все-таки признает не лизерман а нет ничего обалдел что нет у них конкурентов нет да а это друзья розыгрыш условия очень простые подписка лайк комментарий через две недели одного из тех кто оставит комментарий и будет подписан на наш канал мы выберем подарим ему мультитул не забудьте открыть подписки чтобы мы могли это проверить у кого будут скрыты подписки если он выпадет на рандомайзере заново запускаем рандом дарить ничего не сможем к сожалению вот ну как всегда вы видели все своими глазами как говорится без купюр на что есть что выбирайте инструмент по душе и по карману ну а с вами были сергей и антон всем пока пока